Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит, а по какому праву? Вы можете на эти все грядущие поколения опрокинуть большую бетонную плиту, которая придавит их навсегда, по крайней мере на обозримую перспективу. Знаете, когда-то я жил в Москве, и мои окна выходили на Останкинскую башню. Однако же последние полгода, выходя из дома, я вижу коров и куриц. Впечатления потрясающие! Этот ролик я записал целиком глубокой ночью, лег спать, а когда проснулся, в России уже объявили мобилизацию. Так что актуальность этого ролика для многих из вас существенно подросла. Усаживайтесь поудобнее. Здрасте, вы на канале Сейна. Сейчас расскажу, как живется в крайне бюджетном жилье на окраине Тбилиси. На ваших экранах уйо. Всех русских, которых я встречаю в Грузии, можно условно поделить на три категории. Первая — это блогеры, которые, конечно, в шоке от падения доходов, но при этом все равно продолжают строить свои планы и медиапроекты. Вторая и самая интересная — это фристайлеры. Они зарабатывают каждый раз совершенно непонятно какими способами, приехали сюда без плана и на что они будут жить следующую неделю — сюрприз даже для них самих. И третья категория — это, конечно же, айтишники. Само слово «айтишник» в наше время имеет какую-то магическую ауру. Они нужны, ну вот, буквально всем, даже мне. Лень, спасибо, что ты есть. Вы, наверное, и сами задумывались, а не попробовать ли мне себя войти. И обычно после этой мысли люди гуглят цены на курсы за обучение и понимают, что перед тем, как заработать денег, нужно сначала заплатить денег. Но что, если я скажу вам, что не надо? В Ката Академии вы можете платить за обучение уже после трудоустройства. И если вы не потянете программу на курсе, то вас просто отчислят, и Ката с вас ничего не потребует. Обучаясь Java-разработке в Ката Академии, вы получаете индивидуальный подход. Каждый идет в своем темпе, а сообщества студентов и выпускников помогают как на этапе обучения, так и уже во время продвижения по карьерной лестнице после трудоустройства. А командные проекты позволяют получить боевой опыт работы. Что от вас требуется? Во-первых, выполнить тестовое задание. Оно рассчитано на начальный уровень, но даже с нуля справиться можно за две недели. Оно больше предназначено для того, чтобы кандидат показал свою заинтересованность в обучении, ведь ему придется от 7 до 9 месяцев очень много работать. И второе, быть готовым переехать в Москву или Петербург для трудоустройства после прохождения обучения. Там больше вакансий и сильно выше заработной платы. При этом Ката Академия гарантирует вам трудоустройство на работу с заработной платой от 100 тысяч рублей, и это закреплено в договоре. Так что, товарищи, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс Java разработки в Ката Академии сейчас, а платите уже после трудоустройства. Для начала, как я вообще тут оказался? Когда я только переехал, был самый стрёмный этап вообще в Тбилиси. Никому было ничего непонятно, что вообще будет дальше. Массово отказывались сдавать квартиры. Можете посмотреть предыдущий выпуск Уйо о том, в каком всратом отеле я жил, пока пытался что-то снять. И при этом в одно место я приезжаю, там какой-то разделённый на четыре части коттедж. У тебя комната, ну вот размером примерно вот с эту кухню, только это всё личное пространство, что у тебя есть, а остальное всё пространство общее. И вот в трёх остальных комнатах, то есть слева, сбоку и снизу, живут айтишники. И ты, обложенный этими айтишниками в трёх стенах, должен будешь провести оставшийся год, потому что сдают только на год, а типа иначе ты потеряешь деньги, которых у тебя может и не быть потом. При этом на саму шоковую ситуацию, как бы в моменте, все тоже реагируют по-разному. Какие-то арендодатели решили не вселять русских, потому что теперь не хватает квартир грузинам из-за того, что они подорожали. Но другие, наоборот, повышают цены вообще пиздец, потому что, ну ты ставишь цену на квартиру, там в два раза больше рынка, а её берут и снимают. При том, какие хаты сдавались и за какие деньги, я думаю, какая-нибудь компания по аренде жилья могла бы сделать неплохую рекламную компанию чисто с хроникой этого, потому что сами просто сайты с арендой жилья в Грузии это отдельный вид искусства. Можете сами зайти поразвлекаться. Вот это я нашёл буквально за один вечер вчера, когда реально искал себе же квартиру. Как вам это деревянное царство? По-моему, вау. А вот чья-то собака, тоже потрясающая. Вот тут вот тупо стена. Класс. Здесь я даже не знаю, чем именно хотели похвастаться. А вот тут наоборот, по-моему, охуительно абсолютно всё. Чья-то классная тусовка в 4К. И скриншот куска дивана. И вот представьте, я живу в жутко в сратом отеле. Хер пойми где. Добираться оттуда куда угодно, непонятно как. Каждый день приходится продлять этот отель. И как бы вот ты отдаёшь деньги за то, чтобы жить там, где тебе вообще, ну пиздец, как не нравится жить. За какой-то картонной дверью. А у меня с собой вся вообще техника, от которой зависит моя жизнедеятельность. И, естественно, мне хотелось куда-то уже въехать. И тут, представьте, мне предлагают отдельный дом за 200 долларов. И тогда мне казалось, что это совершенно недалеко. Ну и опять же, по московским меркам, полчаса пешком до метро. Короче, об этом мы ещё поговорим. И хочу добавить немаловажный момент. Вот несмотря на то, что я схожу дальше, и на те выводы, что вы, возможно, уже сделали по антуражу, я безумно благодарен людям, которые разрешили мне сюда заселиться. Со мной подписали договор. Впервые за всё время в Грузии дали мне почувствовать, какой это действительно сейв-спейс, то самое гостеприимство, ну, которым не славился, знаете ли, тот период. И в итоге ещё очень много раз мне помогли. С тем, как здесь чё оформить, куда пойти. Сразу показали магазины и т.д. Поэтому, несмотря на то, что это явно не лучшее жильё в моей жизни, оно было мне в моменте безумно нужно. И большое им спасибо. Привет вам, Мадина, если смотрите. Ну, в общем, да. И тут у меня из соседей была вот только моя шизофрения, больше ничего. Да и, честно говоря, сам по себе образ жизни, как бы поблизости к городу, но при этом в своём частном доме, на природе. Это то, как, например, живёт гуф недалеко от Москвы. Ну, то есть, понимаете, как бы элита выбирает такой лайфстайл. И чё бы не попробовать. Собственно, сейчас я вам расскажу, каково быть бомжегуфом в Тбилиси. Начнём с плюсов. Во-первых, это место. Его здесь дохера. У меня тут две комнаты. На мою одну тощую видеоблогерскую жопу. И при этом это частое явление в грузинских квартирах. Они не очень любят сидеть дома. И вот часто дома есть всё для застолья, но при этом для того, чтобы сочевать и работать. А я преимущественно этим занимаюсь. Они не предназначены. То есть, здесь, как и в куче квартир, которые я видел, были аж три дивана, кресла, не считая вот этого, но при этом не было письменного стола. И вообще, это частая фишка в квартирах, которые сдаются в грузе. Нету просто письменных столов. Ты чё, блядь, с такой погодой будешь дома сидеть? Ты что, ебанутый? Или ещё хуже? Ты что, русский? В итоге, большую часть мебели я перенёс в соседнюю комнату, использовал её как склад, а вот это вот потрясающее пространство оставил пустым, чтобы у меня был простор для фона в видосах. И у меня был вот такой фон на стримах, и ещё был вот такой фон на стримах. Были вот такие, вот такие, вот такие фоны на видосах. И всё это в этом потрясающем жилище. И да, возможно, вы обратили внимание, что это окна, которые выходят не на улицу. И вот в чём фича. Вот эта вот комната, в которой я сейчас нахожусь, и провожу вообще большую часть времени своей нынешней жизни, в ней нету ни одной стены, которая выходит на улицу. И, соответственно, здесь не может быть ни одного окна. И в комнате два окна, которые есть. Одно ведёт на кухню, а второе ведёт в ещё одну комнату. Легко догадаться, что это усложняет проветривание. То есть, в принципе, сами окна сделаны для того, чтобы сюда, во-первых, хоть какой-то воздух заходил, во-вторых, хоть какой-то свет, и в-третьих, для того, чтобы мне пиздатое освещение в видосах выстраивать. Естественно, оно для этого и строилось. Ну и ещё, может, я неправильно догадался, но такое строение комнат, оно помогает не пускать бешеное количество солнечного света и помогает тебе спать хотя бы в относительной темноте. Плюс, не знаю, также связано ли это непосредственно с конструкцией, но здесь даже в жару, ну, в градусов 25 прохладно. И когда вот у меня бывали дни, когда я вот здесь просыпаюсь, прям такую чуть зябко, и ты выходишь на улицу, там 30-ти градусное пекло, и ты идёшь в шортах, и прям отогреваешься, и чувствуешь себя, как будто в баню пришёл после холодной улицы. Очень специфическое ощущение, и ещё более специфически ощущается, там вот 35-ти градусная жара, потому что тебе не жарко, как в Москве. В Москве там, ну, вот те же 25 градусов, ты уже сидишь и, ну, просто и понятно жаришься. А здесь тебе не жарко по-московски, что ты чувствуешь тепло. Ты чувствуешь как бы прохладу, ну, или просто как, ну, нормально, но при этом охуенно потеешь. В общем, ни с чем не сравнимое ощущение, но это не плюс, я не об этом. Следующий плюс — это то, что ближайшие ко мне соседи находятся в соседнем таком же доме. То есть сверху никого, снизу никого, и по бокам тоже никого. Чуваки, вы бы знали, какое приятное ощущение в 5 утра вернуться с тусовки, с конкретным настроением вслух почитать рэп, включить себе какой-нибудь бетос и ни о чем не беспокоиться. Че хочешь, ори. Ну, то есть понятно, что если вы совсем ебнутый, вы все равно своим соседям помешаете. Но в Москве я постоянно думал о том, не раздражаю ли я кого-то. И вот эта вот постоянная тема, что ты ночью встал в туалет, что-то свалил, блядь, оно громко ебнулось в тишине, и ты мало того, что ночью встал, тебе еще и стыдно. Здесь я такого не испытывал вообще. Вообще восхитительное чувство. Не знаю, как дальше буду жить с соседями. Ну и, конечно же, нельзя упомянуть про этот вид. Вот действительно с этим сживаешься. К этой штуке привыкаешь. Я однажды ехал с таксистом, вот, наверное, на второй свой месяц здесь. Мы как раз спускались с горы. И я такой, блин, какая у вас красота. А он такой, знаешь, меня эта красота заебала. И отчасти я его понимаю. Действительно, ну, ко всему хорошему легко привыкаешь. И, наверное, когда я перееду, мне будет не хватать этого вида. Но, блядь, все равно, вот, бываешь, идешь вечером в магазин, и так пиздато просто смотришь вдаль, а перед тобой реально километры охуевшего пейзажа. В сравнении, опять же, с той же Москвой ты можешь не видеть пейзажа, блядь, месяцами, потому что везде твой взгляд куда-то упирается. Но это я уже много раз упоминал. И такой же несравнимый плюс — это природа прям под боком. И охуительное озеро. Один из выпусков Уйо там снимался. Я упоминал, что это в 15 минутах от моего дома. И это реально суперски. Как раз вот местные чуваки, которые здесь живут, они встают рано с утра и идут на это охуенное озеро. С утра спортик. И, блин, какое охеренное настроение, когда-то вот рано утром сходил в такую охеренную природную зону. Я тоже гонял заниматься спортом. Реально походил-походил по лесу. Дошел, там турнички. По дороге купил бутылочку воды. С бутылочкой воды на турничках позанимался. Потом что-то в парке похавал и обратно по природке домой. Это суперски. Но, к сожалению, скажу вам честно, я не такой человек. Вот за полгода в этот парк на турники, несмотря на то, что они рядом со мной, я ходил, ну, может, раза три. Все остальные разы я занимался, вот, блядь, на этом самом ковре. Потому что я патологический сыч. Мне больше всего удовольствие приносит работа. Я когда захожу на сайт со шрифтами вельветин, я, блядь, находясь один в комнате, я вслух восклицаю от просто оргазмического удовольствия, от того, как это охуенно. И вот, к сожалению, возможно, я совершенно потерянный человек, но никакая природа, прости меня, природа, мне вот такого удовольствия доставить не может. И поэтому этот вот восхитительный потенциал природной зоны прямо рядом с собой я не использовал от слова совсем. Поэтому все-таки как гуф в Подмосковье я проебался по основному признаку. Но при этом вот тот череп лошади, который вы видели в перебивках, его нашла моя подруга, когда гуляла в лесу под Боржоми. И гуляла она в лесу, потому что это то, что она искренне обожает делать. Она вот работает педагогом по английскому, соответственно, в онлайне. То есть она первую половину дня занимается в Зуме, а во вторую половину дня тупо идет в лес. Вот если бы я был таким человеком, я бы, наверное, здесь остался просто вот пока не выгнали. Вот просто навсегда. И если вы такой человек, то следуйте своим желаниям. Вам реально будет кайфово. Для вас есть куча вот таких вот вариантов жилья на периферии. Настоятельно рекомендую. Теперь поговорим о минусах. И первый, и самый пиздецовый минус это то, что наличие водоема и природной зоны прямо рядом, плюс необходимость держать окна открытыми постоянно, потому что кондиционера нет, а жара ебать до сих пор в середине сентября держится, это ебейшее количество насекомых. Ребят, не шучу, блядь. Скалопендры, сороконожки, тараканы, косоножки, пауки, мошки, именно грузинские мошки, которые тебя кусают, и это вызывает просто, блядь, мерзкое раздражение, и вот оно чешется хуже, чем укусы комаров. Плюс, естественно, мухи, осы, и это вот только то, что я встречал конкретно внутри своего жилища. То есть то, что было за его пределами, это как бы история вообще отдельная. Но вот вся эта ебельть была тут. Вы не представляете, блядь, каково это встать ночью в сортир, и ты когда замечаешь вот какую-то одну, да, херню ползающую, которую ты замочил, ты потом начинаешь оглядываться, потому что вылезают-то они ночью, и я вот с этим вот намерением охотника, да, встаю в сортир ночью, свечу фонариком на одну стену, и там сидит огромадная сороконожка. Свечу на другую, и там сидит такая же. Я, блядь, беру веник для того, чтобы совершить двойное убийство. В чем сложность состоит? В том, что нужно уебать очень сильно и очень точно, потому что ты можешь оглушить сороконожку, и тогда она после этого съебется. Ну, в смысле, чуть полежит, а потом побежит. Или ты можешь просто попасть по ней, даже ранить ее, но она потом все равно сбежит, и когда ты ее в следующий раз поймаешь, неизвестно. Соответственно, мне нужно совершить два сильных и идеально точных удара. при том сороконожка она просто сидит замерши, потому что я в темноте свечу фонариком от телефона. Если ебнуть, они побегут. Соответственно, я собираюсь силами, въебываю одну, она падает замертво прямо передо мной на небольшой холодильник. Остается вторая. Я ударяю один раз и промахиваюсь. Она бежит по стене, я совершаю еще несколько ударов, пытаясь поймать ее на бегу, но ничего не удается, она скрывается в неизвестном направлении. Я поворачиваюсь на место, где лежала первая сороконожка, вижу, сука, две лапки, а сороконожки нет. И после этого мне нужно как-то уснуть. Домашняя сороконожка, она же мухоловка обыкновенная, обитает на юге России и в Поволжье. Но мало кто знает, что соседство с ней абсолютно не вредно, а даже напротив. Сороконожка хорошо бежит. С такой хуйней невольно становишься биологом. Я вот теперь знаю, чем отличаются сороконожки и скалопендры, но вот мои знания не до конца полны. Если вы вдруг реально знаток насекомых, скажите, как называется хуйня, которая выглядит как вот этот здоровый комар с длинными ножками, но при этом крылья у него как у стрекозы. Я не шучу, я первый раз еще можно было бы поверить, что один раз мне привиделось. Я несколько раз видел эту хрень. Напишите в комментах, что я встретил такое за животное. Могло ли оно меня убить? Убил их я. Притом, в общем, эта тема распространенная. В какой-то момент по этим, по мигрантским чатам и мигрантским медиа разносились мемы про сороконожек, притом они были актуальны как для переехавших в Армению, так и для переехавших в Грузию, потому что и там, и там значительно теплее, и там, и там это зло, оно более распространено. И я спрашивал на своих стримах, на которые вам рекомендую настоятельно заходить, они охуенные, спрашивал там у чуваков, которые здесь живут, часто ли они их встречают, и мне говорили, что раз в несколько недель даже жители обычных панельных домов видят нечто подобное. Но безусловно, я мало того, что своей природной зоной, так еще и за той и вот за этой стеной у меня складские помещения, то есть как бы вот перед домом должна парковаться машина, это как такой один сплошной загибающийся гараж слэш сарай, а это, естественно, сырое и темное место. Так что то, что оказывалось у меня, это всего лишь часть мира непонятных тварей, которые находятся у меня прям за стенкой. Но есть и прикольная фича в этом. Я однажды вернулся домой, тоже ночью, и вижу из окна, что у меня кружат какие-то птицы. При этом это было в кромешной темноте, я снял видео, но вот тут можно представить, насколько было темно, потому что вот мой телефон делает максимум, что он может выдать ночной съемкой, а у меня Pixel 3i XL, довольно старый мобильник, и поэтому все, что можно здесь различить, это небольшие силуэты. Я поспрашивал у знакомых, что это может быть, единственное, мне моя маман сказала, что, блин, Миша, это, наверное, там какой-нибудь котенок помер, и это вот птицы над ним кружат. Но только потом я стоял с другом у бассейна вообще в другом месте, и над нами начала кружить летучая мышь. Не знаю, как связаны вода и летучие мыши, но в тот момент я отчетливо осознал, что над моим домом периодически крутит, круги, блядь, наворачивает стая летучих мышей. Я, честно говоря, в восторге от того, что у меня есть такой лайф-экспириенс. Второй минус, который меня, ну прям, доебал, это то, насколько это далеко. Я, как московский человек, приехал сюда, это, ну, не сказать, что на окраине города, и не сказать, что близко к центру, вот, ну, что-то между, при том, что сам Тбилиси небольшой. Я посмотрел на такси до центра полчаса, пешком до метро полчаса. По меркам Москвы это, да чувак, ты просто элитную недвигу снял. Подумал я так, вселился, а потом понял, что интервал, блядь, между автобусами здесь 20 минут. То есть, если вы сумасшедший распиздяй, который всегда, когда выходит из дома куда-то, он заведомо опаздывает минут на 20, ему подстроиться под расписание автобусов, с разницей в 20 минут, еще и, блядь, с тбилисским транспортом, это вообще нереально совершенно. Опять же, верю, что есть куча людей, которые пунктуальны и могут с этим жить и везде успевать, я не могу. Я и в Москве везде опаздывал. Еще оказалось, что эти полчаса до метро тоже имеют некоторые нюансы. Во-первых, маршрут, который прокладывает гугл-карта, он идет через кладбище, на котором нет дорожек, ну, то есть, как бы, нет какой-то обычной дорожки, а ту дорожку, которую прокладывает гугл, ее нет в принципе. В итоге, ну, есть что-то неловкое в том, что ты, идя по кладбищу, реально ищешь тропинку среди могил, у кого-то там он пришел навестить своих родственников, и у них, вот, ну, как бы, церемония своеобразная, кто-то хоронит только родственника, то есть, ну, ну, кладбище, да, я с уважением, как бы, отношусь к этому, но в данный момент я буквально пытаюсь добраться на тусовку, и просто там перешагиваю могилы, пытаюсь пройти через какие-то заборчики, как будто я какой-то, блядь, год из анекдота, который на кладбище заблудился, но это вот моя попытка добраться до метро, и да, есть другие дороги, я потом их нашел, есть другие способы до метро добраться, но так или иначе, ты все это время спускаешься по ебейшей горе, по ебейшей жаре, и тут две вещи, во-первых, у тебя по дороге слишком много возможностей схватить какие-то приколы, чтобы ты больше не пользовался, потому что то ты там идешь в босоножках или в кедах, а там гора ну прям, ну просто вот такая, и это, ну физически больно просто идти в неподготовленной для этого обуви иногда, так мало того, я еще однажды по этому кладбищу шел, и чуть не наступил на змею, как кто там, князь Владимир так умер, да, вот там из черепа змея выползла и его укусила, во-первых, у меня тоже есть череп коня, во-вторых, от змеи я спасся, доказательство того, что Сейн пизже, чем князь Владимир, считаю, заслуживает лайка, так еще и естественно спуститься с горы это одно дело, а подняться на нее это совсем другое, у меня были моменты, когда было настроение погулять, я прохерачивал весь Тбилиси, вот реально час по нему шел, и мне оставалось буквально 10 минут, ну 15, дойти до сюда, но в ебейшую горку, и я вызывал такси, то есть вот идти час и потом 3 минуты на такси ехать, просто потому, что, ну, я молодой, но я не готов к кардио всегда. Ну и также хочется заметить, что прямо вот недалеко от меня есть районы, которые находятся по локации как бы здесь же и в такой же крутой природной зоне, но при этом там живут обеспеченные люди, они избавлены от большей части моих проблем, как, например, у меня здесь нихрена нет магазинов в пешей доступности, то есть купить какую-то там элементарную хрень, типа сигареты, воды, сок, кофе, ну и всякое вот такое простое, в общем, в палатке, я могу действительно в 5 минутах ходьбы, но при этом сходить нормально в магазин мне нужно потратить, ну, минут 40, наверное, потому что 20 минут в одну сторону и 20 минут в другую, естественно, это каждый раз жутко неудобно, поэтому я чаще всего пользуюсь доставкой продуктов, но здесь вступает еще одна проблема, потому что моего дома нет на картах, и поэтому каждый раз, когда курьер едет ко мне, я смотрю, когда ему остаются чуть-чуть и выхожу его встречать, но в некоторых картах, в некоторых приложениях по печальному совпадению как раз в том, которым я регулярно заказываю продукты, нельзя хаотично ткнуть точку, оно должно быть к чему-то привязано, поэтому я каждый раз привязываю это к соседям, и у курьеров своеобразное представление о том, где эта точка находится, и при этом дорога, которая вот является заездом ко мне ближайшая, ее не знает вообще никто, я опять же, блядь, я не уберегусь от комментов, что типа, о, че ты, блядь, клевещешь, у меня такого никогда не было, я знаю, у меня было, это, блядь, мои истории, отъебитесь, так вот, каждый раз курьеры норовят эту дорожку проехать, особенно при том, что очень часто на карты, что таксисты, что курьеры вообще не смотрят, и в этом плане их сложно осуждать, очень часто местные знают гораздо лучше, чем показывает тот же Яндекс, но короче, они проезжают мой поворот, им остается следующий, они огибают весь район, и несколько раз я оказывался в ситуации, когда у курьера либо не работает GPS, то есть я не знаю, где он, либо он встает вообще, ну, в метрах 700 от меня и звонит мне, алло, а дальше все на грузинском, а он может не знать ни русского, ни английского, я дальше на грузинском, ну, парой фраз буквально владею, самые элементарные, и объяснить ему, как до меня добраться, я не могу, в итоге это ебовое приключение, когда ты вот там либо собирался поесть, либо чем-то еще, короче, занимался, ты ебашешь по своему району в горку, чтобы найти курьера, потом берешь этот пакет и пиздуешь с ним обратно, а он на своем мопедике вдоль тебя едет и улыбается, думает, вот ты, блять, жилище нашел. Еще интересная вещица, я до этого рассказывал, что в Грузии меньше слушаю музыку, и тут часто даже, когда у меня есть возможность ее послушать, например, в такси, я этого не делаю, и вот тут я даже не могу объяснить это, я стал более осознанным и теперь, как бы, больше времени провожу наедине с собой и просто вот в этом состоянии блуждающего сознания, то ли мне просто нравится там послушать, что за звуки издает улица вокруг меня, почувствовать, как там ветер задувает, вот чуть приоткрытое окно, что там крутит на радио мой водитель, но есть еще несколько причин, как, например, то, что в Тбилиси есть улицы, которые называются одинаково, не совсем одинаково, то есть, там есть имя и фамилия, и фамилия одинаковая, а имя нет, но водитель, который целый день крутит баранку и читает твое сообщение примерно за полсекунды, и у него дальше есть выбор, принять или отказаться, он редко вчитывается в эти подробности, к тому же, как правило, одна улица в центре, а вторая хуй пойми где, поэтому все знают про существование только одной улицы, и есть ряд ситуаций, во-первых, когда люди просто охуевают от того, что тебе не в центр, а хуй пойми куда, а они уже приняли твой заказ, есть и момент, когда они начинают поносить всю свою жизнь сервисы Яндекса и вообще мировую несправедливость, там обычно доходит либо до Советского Союза, либо до Америки вот в этих рассуждениях, но суть в том, что ты садишься в такси, озвучиваешь, на какую именно улицу с одинаковым названием тебе надо ехать, и слушаешь дальше тираду про то, какой мир несправедливый, и какой хуй он вообще за эти семь лари сейчас весь Тбилиси пересечет. Мужик, прости, говорю я обычно, а потом, когда вы уже приехали, я знаю, что все пропустят поворот, и поэтому я говорю вот сюда, и он такой сюда, я такой да, сюда, а там есть дорога, да, там есть дорога, не сказать, что меня это как-то лично обижает, но, блядь, лучше бы этого не было. Если вы смотрите все выпуски УЙО, а я вам настоятельно рекомендую посмотреть все выпуски УЙО, это всего лишь пятый, вы знаете, что я хотел переехать в Чехию, а переехал в Грузию, хотел в Европу, а переехал на Кавказ. Связи зеро, ноль. Действительно, это, ну, самое европейское из кавказских стран, но все равно связи никакой. И вот спустя полгода, когда я уже прошел через разный ахуй, а я подобную мысль, вот я к ней подбирался еще во втором выпуске, сейчас я готов ее озвучить нормально. Я рад, что я переехал. Вот просто все испытания, с которыми ты сталкиваешься, и как-то оглядываясь ретроспективно, да, на свою жизнь, и просто вот в какой-то момент останавливаясь, осознавая, что это происходит со мной, это звучит как охеренное удовлетворение. И я не могу представить лучшего возраста, чем вот 23 года мои, чтобы попробовать пожить там, сям и так далее, набить себе шишки, поселиться в землянке, а после этого еще какой-то хуйней заниматься. То есть, знаете, ну, дальше в жизни будут дела посерьезнее. Не могу сказать, что мои нынешние дела недостаточно серьезные, чтобы им мешал переезд, он пиздец как мешает, но при этом просто вот, ну, вот бытовой какой-то пример, да. Здесь частая история с тем, что отключаются разные энергии, да, то есть, может отключиться вода, может отключиться свет, может отключиться газ. И это, понятное дело, дискомфорт, но, честно говоря, если выбирать, что у тебя вода отключается на две недели или у тебя, вот, может отключиться что-то раз в несколько недель, я выберу второе, но я сейчас не об этом, а о том, что здесь это воспринимается как какой-то квест. Ты в какой-то момент ловишь себя на том, что ты схватываешь обстоятельства окружающей среды и их решаешь. И вы знаете, как я рассказывал про видео с побеждением зимы, что кайф катания на велосипеде с точки зрения человеческого мозга, почему так много людей любят тупо ездить, вот, не делать какие-то крутые трюки, ничего, тупо ездить, потому что мозгу кайфово от решения простых задач, то есть, ты сосредоточен только на дороге и вот у тебя поворот или какая-нибудь развилка, да, и тебе нужно повернуть, и ты поворачиваешь, это для нас абсолютно простейшая хрень, но при этом от решения вот таких небольших задачек мозгу кайфово, это медитативно, и какие-то похожие кайфы ты ловишь от решения переездных проблем, как-то, ну, на родине это просто проблемы, ты просто живешь и просто говно, да, и тебе нужно deal with this говно, тут же это именно приключения, возможно, это момент восприятия, но ведь вся наша жизнь это момент восприятия, да, и если переезд это огромная куча проблем, то обратная сторона этой кучи проблем, то, что ты чувствуешь себя в приключении, вся культура новая к тебе относится, как к иностранцу, даже в нынешний пиздецовый период, все равно все это имеет вот какой-то такой волшебный приключенческий флер, и недавно пересматривал на чужих стримах фрешблат четвертый, там Оксимирон пробросил просто фразу, что нужно менять города каждые 10 лет, если кто-то видел, как кто-то другой, можно не Оксимирон, я других людей тоже уважаю, а кто-то развивал эту мысль, я бы с удовольствием что-нибудь умное на эту тему почитал, потому что честно говоря, звучит как охеренная идея, реально, это знаете, в каком-то смысле хорошее использование и хорошая трактовка фразы имеем нехраним, а потерявши плачем, потому что все познается в сравнении, и ты действительно можешь понять и себя, и свою родину, и все остальное, именно уехав оттуда, удивительная хрень, но на меня вот просто неизгладимое впечатление произвели эти полгода в Грузии, хотя они и были пиздец какие тяжкие, и у меня вот есть здесь еще легальный полгода, а что к этому моменту будет в мире происходить, хуй знает, останется ли хоть что-то живое на планете Земля, хуй знает, но что я знаю точно, что вот те, кто не понимают, что это у меня за штука такая на фоне, им надо сообщить, что это обложка охуенной эпишки группы Палк Вижу, который вы если не слушали, вы тупо лох, вот реально других слов нет, ребят, проебались, надо как-то эту тему фиксить, переходите, Палк Вижу, слушайте, охуеете, отчасти, там мои текстики и восхитительные аранжировки и шикарный музон. Ну и опять же, сложно видеть в войне что-то хорошее, но я до этого придавал много значения тому, где, но не придавал столько значения когда, и сейчас, наоборот, я это считаю самым важным, потому что я сомневаюсь, что следующая страна, в которую я перееду, это будет снова Россия, я думаю, что какое-то количество еще перевалочных пунктов на моем пути будет, хотя хуй знает, но так или иначе, я теперь отлично представляю, что мои дальнейшие жизненные переезды будут по большей части связаны с тем, какая движуха конкретно в данный момент времени складывается в этом месте, то есть, сейчас меня магически привлекает Берлин просто по факту своего существования, но я легко могу представить, что случится какая-нибудь бешеная там творческая концентрация в Португалии, и резко Португалия станет супер привлекательным вариантом, потому что, опять же, для меня не просто важна работа, я все, что делаю, это работаю, и это для меня основной кайф, это для меня основная реализация, подписывайтесь, блядь, на Бусте, и вот возможность уникально реализоваться гораздо ценнее и важнее, чем любой климат, любая архитектура, любое историческое наследие, там, модные бутики, небоскребы, и так далее, и тому подобное, и ведь именно в этом на самом деле смысл фразы «человек мира», как и все остальное, это хотят представить, ну, понятно, в какой-то пропагандистской риторике, как то, что просто из России мозги воруют, да, или там Америка все прет, вот я в Америку, по крайней мере, на данный момент, ну, вообще не хочу там потуристить, да, это одно дело, но именно жить вот в этом я бы не очень хотел, но истинная суть этого человека, мира и этой глобализации в том, что ты теперь можешь собраться с людьми, до которых ты до этого никогда и не мог достать, вот если для твоего проекта нужны уникальные сто ебанатов, которые разбросаны по всей планете, то теперь, благодаря тому, что вы люди мира, вы можете собраться, и понятно, что у меня сейчас совершенно не те возможности и даже не те амбиции, чтобы там с какой-то волшебной сотней людей со всего мира собраться, но в каком-то более приземленном смысле легко можно представить ситуации, когда это получится, и благо не одни блогеры такие избранные, а куча там разных и айтишников, и просто чуваков, которые приезжают и ищут приключения на жопу, их довольно много, и это безумно интересный круг общения и безумно интересный лайф-экспириенс. Поэтому, друзья-товарищи, если вам нравится рубрика уйо, то меня можно поддерживать деньгой по ссылке в описании, а можно не деньгой, просто лайками, комментами, досмотрами до конца, посмотрите мои ролики, которые вы не смотрели, они тоже охуенные, правда, все, точно, а на этом все, оставляю вас с охуительным фристайлом Феди Букера, который настолько охуительный, что мне постоянно пишут в комментах, а где найти этот трек, а вот, блять, нигде, только уйо смотреть, вы знаете, где кнопка подписки? Миша Сейн уехал, а я остался, у меня застрял гашиш в каждом из пяти пальцев ногтях, то есть ты знаешь, братан, я не курю в затяг, это просто империя, Окси Мерон, респект, он тоже, кстати, эмигрант, сейчас в Лондоне сидит и попивает свой ебаный чай, English Breakfast, или че там еще, вообще, они больше любят бухло, я бы хотел жить в Лондоне и получить пизды от фанатов команды Челси, кстати, я объелся, это были булочки со скрэмблом, такое в Питере можно купить повсеместно, вообще город пресный, а не соленый, то есть мы не употребляем, кстати, если ты не остался с нами, а съебался, тебе тоже респект, хотя и чуть-чуть поменьше, мы все понимаем, но если что, то место есть здесь, так что возвращайся, братишка, вся сила в правде, а родина там, где тепло, жопе, мы русские друг друга не обманываем, я, ну давай, даст бог, свидимся.